Материал этой лекции касается скрам-мастеров, но не только. Он касается в какой-то мере любого менеджера, который собирается работать в agile организации в качестве менеджера. Когда я говорю менеджер, что я имею в виду? Традиционное понимание менеджмента выглядит примерно так. Есть какой-то руководитель, которого я изображу в виде такого кружочка. У него есть подчиненные, и основной поток информации идет сверху вниз. То есть он им ставит задачи, дает обратную связь, говорит, что им делать, как им развиваться и так далее. Теперь в agile мы говорим, что мы хотим от этой системы перейти к самоорганизации. А это значит, что теперь вот эти люди, которые являются частью одной команды, они должны договариваться между собой. Появляются горизонтальные связи. Но тогда вопрос, а что должен делать тогда менеджер? Где он в этой структуре? И вот здесь вот как раз и проявляется различие в менеджменте в agile и вне agile. Почему? Потому что здесь его роль становится такой, что теперь команда к этому человеку приходит, и он им помогает так или иначе. Помогает что сделать? Помогает, во-первых, договориться между собой, а во-вторых, помогает интегрировать их усилия в усилия более широкой организации. То есть там, вероятно, есть еще какая-то команда, у которой есть свой менеджер, который приходит к ней с проблемами. А эти два человека, в свою очередь, разговаривают между собой и договариваются обо всем, что нужно, чтобы вот эти взаимозависимости между этими двумя командами были решены. То есть, как видите, здесь вот на рисунке я это в виде стрелочки изобразил, да, что поток информации или поток, скажем так, запросов, он меняется. Он теперь не сверху вниз идет, а снизу вверх. Чтобы это изменение произошло, вот этот человек должен делать определенные вещи и не делать других вещей. То есть, если вот в этой парадигме что он делает? Он ставит задачи, координирует усилия и рассказывает всем, как им нужно работать, да. То чем он должен заниматься вот в такой вот структуре? Вот об этом мы и поговорим. Есть такая карта компетенций Agile Coach'а, которую разработала Лиза Эткинс. Лиза Эткинс это очень известный Agile Coach, которая, в частности, обучает Agile Coach'ей. У нее есть компания, которая называется Agile Coaching Institute. И эта карта компетенций, в общем-то, стала таким мировым стандартом компетенций для Agile Coach'а или Scrum Master'а. Как она выглядит? В первую очередь, Scrum Master, конечно же, должен разбираться в Agile, Scrum'е, Kanban'е, во всем, что здесь перечислено. То есть, он должен быть хорошим специалистом в том, как строить рабочие процессы. Естественно. Вторая часть, вот здесь, снизу. Здесь три секции. Технические компетенции, бизнес или управление ценностями и организационное развитие. Желательно, чтобы Scrum Master хотя бы поверхностно знал хоть что-то в каждой из этих областей, но хотя бы в одной ему следует быть глубоким экспертом. Почему? Потому что так он будет лучше понимать, что происходит в организации. Если вы не разбираетесь ни в чем из этого, вам будет трудно понять, как бы осмыслить то, что происходит, понять, как бы о чем это говорит и что означает. Что это такое? Техническая компетенция – это, ну, там, либо бывший разработчик, архитектор или, там, тестировщик. То есть, это чисто такие инженерные знания. Бизнес, управление ценностями – это про то, что делает Product Owner. То есть, это Customer Development, это Product Discovery, работа с обратной связью от клиентов, формирование виза-сторий, бэклога и так далее. И организационное развитие – это такой общий менеджмент. Что здесь имеется в виду? Организационный дизайн. Какие эффекты на культуру и практики в компании будет иметь та или иная структура? Как внедрить то или иное изменение, в смысле, вот, от идеи до того, чтобы оно конкретно уже работало в компании и так далее. То есть, общий менеджмент. И, кроме того, здесь вот еще важная часть – это вот эти вот навыки, которые специфичны именно для работы скромастера или agile менеджера. Что здесь написано? Значит, две части – левая и правая. Левая называется фасцилитация и коучинг. Что это такое? Фасцилитация – это про то, чтобы суметь привести группу к принятию совместных решений. Суметь помочь людям договориться, скажем так. То есть, люди собираются в одной комнате, им нужно там что-то обсудить или решить какую-то проблему, или придумать решение для чего-то. Но если они делают это сами, то, вероятно, у них возникают определенные проблемы. Например, они начинают спорить или они не могут выработать каких-то конкретных решений и так далее. Фасцилитация – это про то, чтобы их к этому решению привести. Как фасцилитация работает? Фасцилитатор не направляет группу сам, он не предлагает свою перспективу, но он повышает осознанность группы относительно того, что в группе происходит. То есть, например, люди спорят о чем-то, и фасцилитатор видит, что у них не получается договориться, или они не слышат друг друга. Тогда он может сказать, окей, давайте это запишем. Возьмет, запишет то, о чем они говорят, они на это посмотрят, все все поймут, и это поможет им договориться. Например, так. Есть и другие приемы. Но если говорить о фасцилитации как метафорически, то в каком-то смысле фасцилитатор – это человек, который держит зеркало, в котором группа видит, что происходит. То есть, вот сводится к этому, Род. Что такое коучинг? Это определенный стиль коммуникации, который помогает скраммастеру помочь другим людям, с которыми он работает, решить те или иные задачи, проблемы, добиться тех или иных результатов. Но в коучинге, и это важная часть, опять же, скраммастер только лишь является зеркалом. То есть, он в каком-то смысле просто повышает осознанность человека о том, что он сам думает или чего хочет по поводу той или иной проблемы, но он не предлагает каких-то советов или свои перспективы. И это как раз вот теперь удобнее объяснять на разницу с тем, что такое учитель и что такое ментор. Учитель – это человек, который учит каким-то концепциям или каким-то понятиям. Вот он приходит и говорит, вот есть такая, есть скрамм. Скрамм работает так-то и так-то. А ментор – это человек, который не просто учит каким-то абстрактным концепциям, это человек, который дает практические советы касательно конкретной ситуации, в которой человек находится. И учительство и менторство – это про то, чтобы говорить человеку, давать информацию. А фасилитация и коучинг – это не про то, чтобы давать информацию. Это про то, чтобы помочь людям самим разобраться в той информации, которой они и так уже обладают. И принципиально уметь различать, когда вы находитесь в той или иной позиции. Потому что каждая из этих позиций – фасилитация, учитель, ментор – она применима к той или иной ситуации. То есть, например, если вы работаете с человеком, который и так уже очень много знает о проблеме, которую хочет решить, но почему-то у него не получается. Если вы в этот момент попытаетесь выступить с позиции ментора и дать ему совет, он ему не поможет. Он его только больше запутает, либо он просто почувствует раздражение или отторжение, потому что ему это не помогает. Но вот коучинг ему вполне вероятно поможет в этой ситуации. С другой стороны, если вы пытаетесь применить коучинг тогда, когда у человека просто не хватает знаний о чем-то, что он не может сам это решить, то, соответственно, тоже будет пробуксовка, потому что вы, сколько его не коучите, он все равно не придумает то, чего не знает. И тогда вам нужно выступать с позицией учителя. То есть, опытный скромастер хорошо владеет каждой из этих четырех позиций и ситуативно переключается между ними тогда, когда это нужно. В этом курсе мы существенную часть времени посвятим освоению вот этих вот двух позиций, потому что для большинства людей это что-то новое и незнакомое. То есть, почему это новое и незнакомое? Это стиль коммуникации, в котором вы больше слушаете, чем говорите. Но, как ни странно, именно это помогает людям больше всего обычно. Ну и там, понятное дело, что нужно не только слушать, надо еще, как бы, во-первых, уметь услышать именно то, что важно услышать в данный момент. А еще нужно через открытые вопросы направлять ход мысли человека, чтобы он решил ту проблему, которая у него есть. И, в частности, этому мы будем учиться в нашей школе. Спасибо. Спасибо.